Это одно из самых впечатляющих сообщений в современных космических исследованиях. Данные, полученные зондом NASA INSIGHT, позволяют сделать безотлагательный вывод о том, что под поверхностью Марса дремлет гигантский водный резервуар. На самом деле водохранилище может быть даже достаточно большим, чтобы затопить всю планету на высоту от 1 до 2 километров. Прохладная вода скрыта в трещинах и порах марсианской коры. И по мнению экспертов, даже возможно, что там внизу до сих пор дремлет марсианская жизнь. То, что Марс также называют как «красная планета», не случайно. Поверхность нашего планетарного соседа на самом деле покрыта пылью из оксида железа, который и придает ей характерный цвет. Очень пыльная визитная карточка, но она отлично сочетается с сухим и холодным лицом, которое Марс представляет нам сегодня. Но если мы повернем колесо времени на добрых 3 миллиарда лет назад, то поймем, что когда-то Марс был гораздо более пульсирующим. Теперь считается несомненным, что небесное тело когда-то украшали реки и озера, и даже полноценные океаны. Расчеты показали, что марсианские океаны могли покрывать до 75% поверхности планеты. Но спустя несколько резких климатических изменений и потерю плотной атмосферы от некогда столь жидкого лика осталось не так уж и много. Однако в то же время конец марсианской эры, благоприятный для жизни, поднимает и фундаментальный вопрос. Куда на самом деле исчезли все воды Красной планеты? На самом деле, собранные на данный момент данные указывают на то, что полярные ледяные шапки Марса недостаточно велики, чтобы хранить всю воду бывших океанов. То же самое относится и к залежам водяного льда, которые были обнаружены в средних широтах под поверхностью. На этом фоне большинство исследователей предполагают, что Красная планета просто выпустила большую часть своих запасов воды в космос. Из-за отсутствия магнитного поля солнечному ветру было легко выметать в космос часть атмосферы планеты, а значит и ее воду. Вот тебе и теория. Но суть в том, что есть и другое объяснение, которое локализует марсианскую воду не где-нибудь во Вселенной, а все-таки на планете. И чтобы выяснить, могла ли вода в марсианских океанах отступить в глубины скалистой коры, команда под руководством Вашена Райта из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучила данные о марсотрясениях, собранные сейсмометром на лендере NASA InSight, период с 2018 по 2022 год. Учитывая, что сейсмологические данные уже показали, что в марсианской коре почти нет воды, на глубине до 300 метров в месте нахождения InSight, можно было бы подумать, что затея не особенно перспективная. Но иногда буквально приходится смотреть глубже. В центре внимания Райта и его коллег была средняя кора небесного тела, которая скрыта примерно на глубине от 11,5 до 20 км под поверхностью. И хотя среднегодовая температура на Марсе составляет минус 68 градусов Цельсия, эти подземные регионы могут быть достаточно тёплыми, чтобы допустить существование постоянно жидкой воды у верхнего края марсианской средней коры. Кроме того, предыдущие анализы уже показали, что область земной коры Дезире может быть испещрена множеством пор в горных породах. И вот, в рамках своего исследования учёные специально оценили сейсмические данные, которые могли бы кое-что раскрыть о природе средней коры. Математическая модель физики горных пород, которую здесь использовали, применяется на Земле, например, для обнаружения нефтяных месторождений. Но на Марсе она должна пролить свет на то, что ещё недавно считалось абсолютно невозможным. Достаточно воды для океана на всю планету. В конечном итоге анализ сейсмологических данных позволил сделать два открытия. С одной стороны, подтверждение того, что марсианская средняя кора пористая, как и предполагалось, и что полости составляют около 17% породы. А во-вторых, что мелкие трещины и поры на самом деле заполнены жидкой водой. В связи с этим группа Райта заявила, что собранные данные лучше всего можно объяснить наличием средней коры из трещиноватой магматической породы, насыщенной жидкой водой. Другими словами, под поверхностью Марса может находиться огромный резервуар жидкой воды на глубине от 11 до 20 километров. Однако эта захватывающая новость пока сопровождается небольшим «но». Ведь это касается только того случая, если результаты окажутся репрезентативными не только для местонахождения марсианского зонда, но и для остальной части планеты. Однако, если это так, то Марс мог накопить в порах своей породы залежи подземных вод достаточно большие, чтобы образовать планетарный океан. Более того, количество воды хватило бы даже на то, чтобы затопить всю поверхность Марса на высоту от 1 до 2 километров. На этом фоне невидимый резервуар мог бы также объяснить, что произошло с водой в исчезнувших марсианских океанах. Она не была потеряна в результате атмосферного газовыделения, а вместо этого просочилась в глубины марсианской коры, где и сохранилась до наших дней в виде поровой воды. Однако тот, кто считает, что Илон Маск уже сейчас может обеспечить питьевыми бутылками будущих опитателей Марса, ошивается. На самом деле, водохранилище было бы недоступно для будущих посетителей Марса и станций, так как просто не существует технологий бурения, способный проникнуть на такую экстремальную глубину. Но то, что может достичь таких экстремальных глубин, это жизнь. Дом марсиан Весной 2021 года исследователи Антарктики были поражены. То, что начиналось как бурение так называемого ледяного шельфа Фильхнарароне, в итоге привело к совершенно удивительному открытию малоподвижных существ, которые каким-то образом умудряются выживать на глубине 900 метров под поверхностью, вдали от любого солнечного света и без какого-либо видимого источника пищи. А еще есть загадочный мир жизни, который развернулся в подвале Земли в виде так называемой глубинной биосферы. Хотя она состоит в основном из бактерий, вирусов и грибков, эти крошечные выжившие организмы уже были обнаружены в отложениях океанов, в вулканических породах и даже в твердых породах континентов. В связи с этим можно подумать, что знаменитая цитата из Парка Юрского периода о том, что жизнь в конце концов всегда находит выход, действительно соответствует действительности. По крайней мере, на Земле. Но как насчет случая со скрытой марсианской водой? Может ли жизнь на самом деле процветать в экстремальном подземном мире Красной планеты? Что ж, короткий, но глубокий ответ исследователей таков. Почему бы и нет? В этой связи соавтор исследования Майкл Манго из Калифорнийского университета в Беркли цитирует следующее. Поскольку вода является необходимым условием для жизни, какой мы ее знаем, я не вижу причин, по которым подповерхностный водоем Марса также не был бы благоприятной для жизни средой. Мы пока не обнаружили никаких доказательств существования жизни на Марсе, но теперь у нас есть как минимум одно место, которое в принципе могло бы поддерживать жизнь. Но давай предположим, что на Марсе действительно есть или когда-то была микробная жизнь. Почему же тогда нам до сих пор не удалось обнаружить сигнатуры крошечных марсиан? Правда в том, что, возможно, мы уже сделали это. Неужели это следы марсианских микробов? Вот уже три с половиной года Perseverance исследует ландшафт и горные породы в кратере Джезера на Марсе. Высадившись на Красную планету 18 февраля 2021 года, марсоход НАСА выполняет основную задачу — собирает образцы грунта для последующей транспортировки на Землю. Но в то же время Perseverance держит свои технические глаза открытыми для возможных следов предыдущих марсианских обитателей. И действительно, несколько недель назад НАСА объявил о том, что Ровер сделал беспрецедентное открытие в этом отношении. Perseverance обнаружил у северного подножия древней долины реки Нейретва-Валис уникальное скальное образование, которое окрестили водопадом Чаява и которое украшают широкие белые сульфатные прожилки. Между ними находится более темный красноватый материал, который указывает на присутствие минерала оксида железа — гематита. В принципе, он встречается на Марсе в больших количествах. Но это не относится к немногочисленным миллиметрового размера неправильной формы пятнам в отложениях, которые имеют грязно-белый цвет. Окруженная кольцами черного материала, содержащего железо и восфаты, порода длиной около метра и шириной 60 сантиметров знаменует собой не что иное, как первое явное свидетельство наличия органического материала на Марсе. Особенно захватывающим является предположение, что цветные пятна могут указывать на химические реакции, которые микробные организмы используют в качестве источника энергии. Спектрометрические анализы действительно показали, что и пятна, и их окружение содержат органически углеродные соединения. В итоге получается, что рисунок пятен в сочетании с железом и фосфатами похож на следы, которые обычно оставляют на Земле микробы. Если подробнее, то такие отложения часто связывают с ископаемыми следами подповерхностных микробов. При этом железо и фосфаты высвобождаются, когда микроорганизмы восстанавливают оксид железа. Также есть явное доказательство того, что когда-то над водопадом Чиява текла вода. Это создавало благоприятную для жизни марсианских микробов среду. Но что на самом деле означают все эти пункты? Неужели Perseverance наконец-то предоставил окончательное доказательство существования внеземной жизни? Ну, не обязательно. НАСА подчеркивает, что хотя органические молекулы на Земле часто можно отнести к бактериям, они также могут образовываться геохимическими путями без участия живых организмов. Такое возможно, например, в ходе вулканической активности. И пока мы просто не знаем, как образовался водопад Чиява и возможно ли, что на него повлияла лава. Однако, к сожалению, эксперты уже исчерпали все возможности дистанционного зондирования. По их собственным заявлениям, они обстреливали скалу лазерами и рентгеновскими лучами и фотографировали ее днем и ночью со всех возможных ракурсов. Чтобы действительно понять, что скрывается за валуном, его нужно доставить на Землю. Там углубленный анализ с помощью высокоточных приборов сможет окончательно прояснить, действительно ли марсианская скала украшена древними следами жизни. А ты теперь можешь украсить кнопку подписки совершенно новыми знаками клика. Не стесняйся нажимать на большой палец и подписывайся, чтобы больше никогда не пропускать захватывающее видео. Субтитры создавал DimaTorzok